В Чувашском государственном университете имени Ульянова продолжается объединение смежных факультетов. Делается это для оптимизации работы. Изменения уже коснулись медицинского, электротехнического факультетов, а также кафедры иностранного языка. На этот раз очередь дошла и до гуманитарных специальностей. Согласно решению ученого Совета ЧГУ, с 1 июля 2013 года произойдет объединение филологического факультета, факультета Чувашской филологии и культуры и факультета журналистики в единый факультет. Исполнение обязанностей декана нового факультета возложено на доктора филологических наук профессора Геннадия Корнилова. На факультете журналистики до сих пор было три кафедры с малым числом преподавателей. Эти три кафедры сейчас объединены в единую кафедру журналистики. Это произведено в рамках программы оптимизации структуры университета. Процесс идет уже третий год. Такая реорганизация несет немало изменений. Уже принято решение повысить оклад всего преподавательского состава на 30%. Теперь кандидат наук, доцент, не может получать меньше 17 тысяч в месяц. Но это повлечет за собой и сокращение. Сокращается также количество бюджетных мест. Теперь на три объединенных факультета выделяется только 10 бюджетных мест и повышается стоимость очного обучения. Обучение по контракту по всей России, независимо от условий и средних зарплат в разных регионах, независимо, значит, минимальная стоимость обучения в год 63 тысячи. Меньше запрещено. 63 тысячи в год обучение обойдется. Это минимально. А есть факультеты, где 90-100 тысяч есть. Такая неожиданная новость вызвала негодование у многих студентов. Но паниковать не стоит. Изменения коснутся абитуриентов 2013 года. Те, кто уже заключил договор с университетом, будут обучаться на тех же условиях, теми же преподавателями и по той же программе. В ЧГУ пояснили, что в дипломе будет указываться только специальность, по которой учились студенты. Самого названия факультета не будет. Татьяна Филатова, Регина Кубайкина, Республика.